Привет, ты на канале ААА, с тобой Рэй, и мы продолжаем проходить Mass Effect. Сейчас мы, по-моему, в поисках корабля-агетов, для того, чтобы отрубить их поле. И, наконец-то, чтобы у нас была возможность связаться со всеми. Может, ты не будешь просто так вылазить, нет? Я, конечно, понимаю, мол, где-то штурмовик и всё такое. На! Ну, окей, я так и понял, что мы... Похоже, это место имеет какое-то особое значение для гетов. Неужели они приспособили это помещение под храм? Геты стирают грань между органической и синтетической жизнью. Вполне естественно, что они... Такие вы умные девочки, капец, а. Как бы мы без вас вообще тут жили. Ну-ка. Опять помехи. Значит, кто-то есть. Где ещё кто-то? А, блин, сверху эта фигня. Которая скачет. Отлично. Ну, слушай, когда я им дал химическое оружие, гораздо всё эффективнее пошло. Что здесь? Ещё одна комната. Здесь всё завалено. Два хода. Нет. А, да, один наверх, один туда. Ну, давай сначала туда сходим. Ради интереса. Ох ты ж, батюшки. Тут всё в разные стороны расходится. Защищённый ящик. А, пока мы воюем, мы не можем, короче, понятно. Ну, слушай, с этой способностью, в принципе, он, конечно, как из пулемёта стреляет. Куда ты лезешь? Скажешь мне, пожалуйста. А, я вижу уже. Ну-ка. Там ещё кто-то есть. То же, что и раньше. У нас нет оружия, способного сбить эту опору. Продолжим осмотр. А, типа босик. Отсюда мы не можем начать его расстреливать. Просто я не хочу вылазить так, чтобы под обстрел прямой. Воу. Так, главное не умереть. Отлично. Минус один. Кто там стоит? А, это фигня с лазером. Где она? Отлично. А то вот я прям полез такой вперёд, да? Так, отлично. Ещё минус один. Ладно, погнали потихонечку. Так, спрячься ты, ё-моё. Ты можешь сныкаться, не? Отлично, всё? Всё. Отлично. Так, дверь ангара, серверный узел. Почему я не могу его активировать? Вы нашли записку для ремонтника, прикреплённую к консоли, а чёртова дверь в ангаре снова накрылась. Отлично работает при давлении 30 с атмосфер, при 34 срабатывает вареное отключение. Но если давление находится в пределах 31-34, дверь захлопывается с такой силой, что можно резать стальные балки. Почините её, пока кому-нибудь из моих ребят не отрезало руку. 31-34. Понятно. 13 атмосфер. 17. Ага, типа головоломка, так. 24-35. Опасность аварийного отключения. Окей, ладно. Куда надо попасть? Угу, угу, угу. Давление в норме, так. 11. 17. 17. 17. Высокое давление. Окей. Отрубили таки мы. А, сейчас он упадёт, что ли? Я не думаю, что из одного крепления он бы прям упал. Прекрасно. Поле, преграждающее выход, сейчас отключится. Теперь нам нужно разобраться. Надеюсь, там было полно этих ублюдков-беков. Повторяю, Нормандия вызывает группу высадки. Вы слышите меня? Это Нормандия. Группа высадки, приём. Капитан, не пугайте меня, отзовитесь. Это вы, Джокер? Как обстановка? У нас непредвиденная ситуация, капитан. Колонисты все как с ума посходили. Толпят по корпусу, пытаются внутрь залезть. По виду чистые зомби. Вреда они не причинят. Мы возвращаемся. Просто сидите и ждите. Ну ладно. Вас понял, капитан. Будем сидеть и ждать. Делов-то. Мы уходим. Но перед уходом очистим это место от синтетиков. Так, окей. Наконец-то я могу всё позабирать, да? Почему нет? А, у меня низкий уровень навыка. Так у меня ж по-моему уровень. Я ж могу прокачать, не? Где там дошифровка, да? Ну-ка. И сейчас тоже низкий скажет? Низкий уровень навыка. Блин, нифига себе. Низкий уровень навыка. Вот это косяк. Ладно, короче. Там дальше есть проход какой-то. Куда это? Ты посмотри, у меня на всё низкий уровень навыка. Надо было качать дошифровку. Ладно, ладно. Я вас запомнил. Вот разузнайте, что я нажал. А, он в кодексе добавил, окей. Как-нибудь потом почитаю. Досуги. То есть, ну серьёзно? Нам так возвращаться долго? А где этот Рианин? Где он? Вниз завалено, окей. Дальше. У нас был проход же, по-моему, в другую сторону. Это та дверь, которая открылась, да? Да. А, здесь всё заперло. Нет, здесь наверх же был проход, да. Никуда, это проход. Да, блин, это крованые эти дурацкие. Сейчас же раскатают. Ну, и где-то. Полежи. Отдохни. Да ладно, я чё, в одиночку раскатаю трёх кроганных? Сейчас, подожди, у меня четвёрочка активируется, и я тебе тогда устрою веселуху. Вы же оживаете сейчас? А, это данные, которые надо было скачать. Отлично. Дешифровка. Давай, авто. О, пистолет новый. Кажется, мне наконец-то повезло. Ну-ка. А и уровень, по-моему, я могу тоже дешифровку поднять. Ну-ка, я что, могу теперь отрасшивать, да? Там, блин, придётся теперь вернуться же. Окей, да-да-да-да, фазные патроны, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пистолет. Нет, это всё хуже. Ляра, а у тебя пистолет лучше? А, вот, кестер-3. Там какие-то улучшения. Прицел, радиатор, бла-бла-бла-бла. Погашение тепла. Химические 3, радиоактивные патроны, молот. О, нифига себе. Ладно. Погнали. Так. Это проход в никуда, но теперь я могу разблокировать, наконец-то. Пойдём там вернёмся, потому что можно было там разблокировать. Как убрать оружие? Блин, цедра, он медленно бегает с оружием. Так, взаимодействует, понятно. Карта снижения, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Приседания. Контрол. Уровень при... Уровень прицела. Ага, кьюл. Отлично. Всё. Сейчас вернёмся быстренько, там ящички откроем. И всё, на это надо закончим. И пойдём уже на выход. Только я думаю, что нам братарианцы этого или братарианин. Что это там? Ничего не расскажут. Так, дробовик, средняя броня, тяжёлая броня. Блин, и ничего. Сейчас только надо продать. У меня же Нигель, по-моему, там заканчивается, да. Лансер, 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 лансер. У Нигель, да. У Нигель. Да, ну Нигель, конечно, У Нигель. И даже последнюю винтовку. У Нигель, до свидания. Дробовик. Шторм, шторм. Шторм, до свидания. До свидания. Тали Зоро, возьми, пожалуйста. А, у тебя дробовик круче? Ну, это вот точно лучше. Давай-ка ты вот это возьмёшь. А ЕТГан мы пока что продадим. Окей. Тогда я не буду разблокировать, на самом-то деле, за эти. Что-то пытаться разблокировать вручную. Легче у Нигель просто перерабатывать, что мы собираем, и всё. Да, да, да. Для служебного пользования тестовые образцы должны были прибыть ещё 3 дня назад. Но ни от колонии, ни от грузового корабля, никаких известий не было. Мы подозреваем, что образцы стали неуправляемыми. Поэтому рекомендуем прекратить какие-либо контакты с колонией на Дакрусе. В случае, если её найдут, ничего не должно указывать на нас. Понятно, какие-то данные. Интересно, а вот если играть за какого-то другого героя, то у него типа... Ну, по специальности, то у него получается... Давай, открывай. Средняя броня, средняя броня. Блин, офигеть, у меня куча брони всякой для человека, но... Я ничего не могу одеть. Да, 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 да. Так, отряд... А ты тоже человеческую броню одеваешь? Да? Я же вроде помню, что да. Средняя, средняя, средняя. Мы ничего не можем одеть. Отлично, супер, просто зашибись. Ну, вообще ничего нельзя одеть. Ха! Все лёгкую так уносят, да? Да. Да. Зашибись, просто зашибись. А у меня остался вообще вонигельд? Нет, нету. Так, феникс один. До свидания. Живучий. Оникс тоже можно продать. Гладиатор тоже можно продать. Живучий тоже можно продать. И все разное, да? Смотри, средняя броня есть через биотической защиты. Защита от урона аж 44. Офигеть. Щиты. Ну, вот это, по-моему. Ладно, давай продадим. Все равно не хватает. Придется ручную разблокировать. Ну, ладно, фиг с ним. Так. Низкий уровень навыка. Ничего. Какой же у них там должен быть терминал? Так, 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 так. Быстренько, быстренько. Да ну, е-мое. Как это сделано? Ясно. Сейчас продам что-нибудь, чтобы открыть. Просто интересно. Пистолет. До свидания. Да. Личный журнал доктора Гаммурла. Я не доверяю группе Цербер. Они хорошо нам платят, но если выйдет из-под контроля, то до того, как мы разработаем противоядие, это будет просто глупо. Вряд ли они скажут нам, для чего им нужны образцы, и почему они хотели их отправить в систему Метана. Мотана. По моим данным, там нет ничего интересного. И все? То есть я заплатил тупо за информацию, да? Ручное. Понятно, понятно. Если бы не дурятское управление, то... Это, возможно, я бы разблокировал пару раз. Но нет. Да ладно. Ладно, сейчас посмотрим, что еще продать можно. Ну, избран... Ладно, пофиг. Погнали. Нет и нет. Какая мне разница? Окей, ушки. Так, значит, таким вот образом. Могли бы сделать, что если у тебя там типа умение выше, то ты тогда можешь прям вот открывать уже, даже не тратить ничего. А то этот унигель, унигель. Разломали все. Ты посмотри. Мне вот единственное, что интересно, они хотят сказать, чтобы нам вручную нужно возвращаться. То есть нам надо сесть в машину прям. Ну, не машину, а вот транспорт, как он там называется. И прям ехать. Прям вот вручную ехать прям туда. Обратно. Серьезно? А. А вот и вы. Нужно уходить отсюда. Здесь небезопасно. Вы сказали, что ничего не знаете о трянине. Мне не нравится, когда мне лгут. Я... Я боялась. Я хотела помешать исследованием, но... Но мне угрожали. Сказали, что я буду следующей. Когда геты напали, я осталась, чтобы послать сообщение в министерство колоний. Я пыталась сообщить им, где искать Торианина, но питание отключилось. Я... Я не хотела этого. Где он? Где Торианин? Торианин под надеждой Джу, но вход туда блокирован. Колонисты закрыли его грузовым кораблем, как раз перед нападением гетто. Но почему геты ищут Торианина? Зачем он Сарыну? Он обладает уникальными способностями по контролю над сознанием. Этим как раз и интересовались в Экзогене. Нормандия вызывает группу высадки. Связь есть? Что там, Джокер? Мы перехватываем переговоры гетто. Похоже, они направляются в вашу сторону. Вы слышали? Давайте выбираться отсюда. Я иду с вами. Я могу помочь. Исправить то, что натворила. Так что, она с нами идет? Типа, она уже села в корабль? И да, где мой корабль? Точнее, мой транспорт. Как он там? Мако. 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 Поехали. Выезжаем. Слишком, я скажу честно, они сделали долгие очень передвижения. Вот эти все поездки. Блин, это что, сейчас гетто будет снова? Ну да. Сделали бы лучше какое-то улучшение для мака. Чтоб он мог стрелять точнее. А то вот это вот, конечно, такое себе. Ну, я не знаю. Вот эти вот переходы, когда, получается, мы идем на мака и уничтожаем с мака каких-нибудь геттов, это больше похоже на... И тоже, конечно, перестрелка, что у них там одна всего стоит. Это больше похоже на растягивание сюжета. Ну и в том плане, что им нужно было чем-то сделать, заполнить все это дело. И вот они решили вот таким вот образом это сделать. Как бы не сказать, что плохо, но... Такие это. Что-то остановился. Но... Не очень, я бы сказал, интересно передвигаться на этом мака и постоянно с чем-то разбираться. Меня кто-нибудь слышит? Отойди от раннего. В чем дело? Это Джулианна Бейна, мы с колонии Эфер. Пожалуйста, помогите. Это моя мама. Остановите, остановите машину. Да, остановил, что ты орешь-то? Да, да, побежали, побежали. Главное, чтобы там их всех не убили. Ну, идем. Чего ты стоишь-то? О, чувство, сейчас их грохнут, да. Проклятие! Выходите так, чтобы я вас видел! Все! Черт побери, Шепард. Так и знал, что никто и надеется на то, что все ты вас прибудешь. Ну да, ну да. В базе данных экзогении я обнаружил интересные сведения о вас. Я знаю, что вы сделали во время Блица, но ваше геройство здесь не нужно. Не в этот раз, Джонг. Сейчас вы передумаете и позволите ему идти. Вы не понимаете. Все не понимаете. Я спектр, пошел нафиг. Связь восстановлена. Экзогений хочет скрыть следы своей деятельности здесь. Это колония людей, Джонг. Нас нельзя так просто сдать в утиль. Дело не в этом. Есть нечто более ценное, чем жизнь нескольких колонистов. Значит, вам нужен Торианин. Уникальное существо Ферреса. О чем? Это телепатическая форма жизни, обитающая под надеждой Джул. Существо владело разумом местных поселенцев. В экзогении знали об этом с самого начала. Тебе это с рук не сойдет, Джонг. Думайте, что хотите. Но никто не хватит за парой другой колонистов. Я ничего не могу. Я не позволю вам навредить этим людям. Бросайте оружие или готовьтесь пострелять. Но раз так, делайте что хотите. Давно пора было так сделать. Надо было еще в первый раз так сделать. Будто у нас и так недостаточно проблем. Теперь мы будем стрелять друг другу в спину. Это моя вина. Я знала, что происходит, но не смогла помешать. Не начинай. Ты прекрасно знаешь, что хорошо делаешь свое дело. Так что же, дорогой капитан? Мне нужно выяснить, почему гетты охотятся на Торианина. Колонисты не подпустят вас к Торианину. Они пойдут за него на смерть. Он их контролирует. И что я должен с этим поделать? Должен быть какой-то иной способ. Он есть. Для нейтрализации колонистов можно использовать нервно-паралитический газ. Можно использовать газовые гранаты. Звучит неплохо. Сделаю все, что смогу. Прекрасно. Спасибо вам, дорогой капитан. Используйте в гранатах улучшение с противоотарианским газом. Они обездвиживают зараженных колонистов. Не убивая их. Окей. Снаряжение и... Да-да-да. Спасибо. Так. Где это? Где граната? Граната. Снайперская винтовка. Так. Улучшение. Зажигательное. Противо. Окей. Значит, надо кидать гранаты. Хорошо. Что у нас еще? Улучшение для чего есть? Так. Восстановление медицинской терпевтики с первой помощью. Один. Два. Регенератор. Физический предел. Два. Стимулятор. Прочность. Интерфейс первой помощи. Нифига, он у меня уже давно есть. Третьего уровня. Причем не один. Ладно, давайте все мы его туда вставим. Чего что? Интерфейс первой помощи. И... Интерфейс первой помощи. Хотя бы восстанавливается здоровье. Будет не придется между атаками восстанавливать жизни. Так. Хорошо. Окей. Только я не понял, куда нам. Кто-нибудь не расскажет? Ладно, никто не расскажет. Понятно. Что ж, тогда на этом мы эту часть закончим. Подписывайся, ставь лайки, комментируй. И ты знаешь, что делать. А мы продолжим в следующий раз. Пока-пока.